Цель ББС именно такая, это обучающиеся семинары, это кузница кадров. И мы стараемся на ББС максимально больше привлечь новых спикеров, которые помоются, которые забывают что-то, которых уносят куда-то, да? Но это идет привыкание к сцене, раз, и второе, адаптация. Это адаптация к залу, адаптация к этому пространству. И иногда мы слышим критику, что-то не совсем там профессиональное. Хотя я вам скажу, я восторгна от вчерашнего дня, от выступлений наших новичков, которые волновались, но в принципе самое главное, они уложились во времени и основную информацию они все-таки донесли. Но обстановка такой семейственности, она присуща компании ББС. И то, что порой к нам приходят люди из таких, ну, жестких, официальных, прославленных компаний, и вообще не поймут, куда они попали, вообще, что здесь происходит. А мы здесь просто любим друг друга. Нам друг другу хорошо. Вы говорите, мы можем, да, девочка? И очень кальфуем, вот где-то. Мы зарабатываем деньги вот в такой теплой, хорошей атмосфере. Ну, а, конечно, когда проходит форму международной, или годовщиной компаний, это абсолютно совершенно другой уровень. И так, моя тема. А, так, вот здесь я хочу сказать, что бесконечно в благодарной компании я получила все награды, все признания, бесконечно благодарна Сергею Сергеевичу Куликову, что мои скромные усилия, всегда высоко он оценивала. Это тоже одна из присущих фирменных чек компании Сергея Сергеевича Куликова, нашего президента. Он замечает всех. Даже есть не то, не только вот первый ряд, кто на виду, но, в принципе, и все, кто работает, ему кажется, что его не видят, не замечают, возможно, и спонсоры там вообще тоже не замечают. На самом деле не так. Сергей Сергеевич, ну, а благодаря интернету, он всех нас отслеживает. Он видит, он слышит, он чувствует, кто чем дышит. И, конечно, любой наш вклад оценивается щедро. Это щедрая компания. Именно в этой компании имеет 20 лет стажа, Иван, скажем, я всегда вообще-то была в числе первых чеков. Но снова первый чек разных компаний, он звучит и смотрится по-разному. Здесь именно евро-миллионеры нашей компании. И Сергей Сергеевич умеет командовать европиллионеров. И мне порой непонятно, когда общаешься с сетевиками из других компаний, очень доведущих, и вдруг узнаешь, что у них чек, там, 10 тысяч евро. И они это с гордостью продают. И мне бывает стыдно за себя, что, думаю, боже, да у меня по 30 тысяч евро бывает чек в неделю. И я как-то такой очень скромный человек, не сценический совершенно. И я как-то даже думаю, ой, какие звезды. Вот там, а потом узнаю чек, и сразу вот эта пыль звездная как-то прям тускнеет на моих глазах. И думаю, да мы тут вообще крутые. У нас порой такие чеки и не всегда признаются. Поэтому ЭПМ – это чудо, подавленное нам Куликовым Сергеем Сергеевичем и Вселенной. Тема моего выступления так, куда направляет? Направляет на она. Вот. Тема моего выступления ЭПМ – современный мир. Ну, и связано с этим наше будущее, как рекомендует его в теме перечни тел Би-Би-Эс. Я считаю, это очень важно понимать, в каком мире мы живем, что происходит вокруг нас. Понимать, как вписалась компания ЭПМ в эту парадигму современного мира. и как мы можем вписаться или не вписаться именно вот в те обстоятельства, в которые мы с вами попали. 21 век – это вообще ломка всего того, что тысячелетиями устоялось. Поколение за поколением. Ну, во всяком случае, 20 век – это точно. Три поколения жили в одной парадигме. Там физически, экономически, политически относительно, трудовой парадигме. Жили, в общем-то, в таких привычных, стандартных условиях. 21 век – все перевернул. И мне хотелось бы немножко, не углубляясь слишком глубоко, остановиться на характеристике нашего времени. То, что сюрпризы практически через год, через полгода, через несколько месяцев постоянны вот эти изменения. Время перемен наступило. И в это время стремительно перемен не каждый человек может вписаться. Если он остается прежним в своем мышлении, прежним в своем сознании, он вообще не ориентируется и не понимает, что происходит вокруг. Но есть хорошая новость. Тот, кто меня отвлекает, разговорит. Прошу, я учительница в прошлом. Наш рабочий стол. Просьба, не разговаривай. Пожалуйста. И тот, кто улавливает вот эти новатовские вещи, именно эти люди выживают. Именно эти люди становятся и здоровыми, потому что есть и психоэмоциональный и он здоровый, и успешными, и более приспособленный к современному ритму жизни. Сейчас ученые всего мира доказали, что все, все меняется. Меняется на физическом уровне, то есть вибрации Земли. Еще два года назад я выступала с этой темой, и я говорила, что если в начале века были вибрации Земли, в герцах, измеряемой наукой, были 7,8 герц, то два года назад это было 18 герц. Перед этим выступлением я зашла в интернет уточнить, буквально экономия отреза в Москву, уточнить, на сайт астрофизиков, именно по этому вопросу, и я читаю, что вибрации Земли 27-30 герц. Вот буквально два года назад на этом слайде было написано 18 герц. Что это для нас с вами означает? Это означает, что мир физически поменялся. Ну, переключайте вы тогда. Эта штука включена. Она не работает. Не работает. Так она не нужна, я так понимаю. И сегодня ученые зафиксировали уменьшение частицы протона. Мне эти темы нравятся, поэтому я не может позволить себе чуть-чуть углубиться. Пожалуйста, пожалуйста. Швейцарии, вы знаете, вот Женевы недалеко от Женевы на границе Швейцарии и Франции был такой коллайдер. В 2008 году его построили. В этом коллайдере и в этой схеме работали 10 тысяч ученых, физиков, астрофизиков, биологов, в общем, свет мировой. 100 стран. И, кстати, у нас также ученые, инженеры, и физики, и биологи также участвовали. От России было 2 тысячи ученых, которые прошли вот в этом коллайде изучали происходящие процессы. Коллайдер – это ускоритель. Ускоритель, который, на популярный язык, разгоняет частицы протона и тяжелые ионы, чтобы понять, как образовалась Вселенная. и ученые, наблюдая 10 лет за этой работой, пришли к выводу, что Земля уже не такая, как была в прошлом веке, в 20-м веке. Вибрации Земли поменялись, о чем я сказала. Далее, самое главное, частица протона, основа всей жизни на Земле, она уменьшилась на 4%. А когда это основа всей жизни на Земле, то получается вся органика и мы с вами, мы уже другие, мы уже не те, которые были в конце 20-го века. Поменялось все. И не случайно ученый-астрофизик Валентин Юрьевна Мирунов сказал, изменилась плотность материи и все химические реакции. Поэтому многие лекарства не работают. И даже порой приличные те же антибиотики, которые раньше давали результат, сегодня они не работают. И приходится изобретать все новые и новые. Но если мы берем лекарства от природы, она же органика подменялась согласно вибрациях Земли, согласно изменению протона, значит лекарства от природы или хитотерапия, или наша продукция, она же имеет другие свойства. Потому что к нам, на наш завод постоянно присылаются новые выращенные в этих условиях. В условиях 20-го века растения, тот биологический материал, который служит основой для нашей продукции. Ну и конечно, если мир перестал быть прежним, более того, кто читал «Квантовый переход», статью Мироновой, она говорит о том, что мы уже вообще живем другой реальности. Что катастрофа, апокалипсис, конец света, он произошел в 2012 году. И мы поменялись. Кто не меняет, тот уходит из жизни. Вот так жестко оценивают ученые вот эти изменения. Поэтому как важно менять себя и в этом наше будущее. Менять свое сознание исходя из тем условий, в которых мы живем. Следующий слайд. Мне нравятся слова Миродова, которые говорят, прежде чем думать, нужно подумать, о чем ты будешь думать, будешь тем более что говорить. Это очень точно отслеживать поток своих мыслей, следить за своим ментальным состоянием, которое тоже должно поменяться, исходя из того, что поменялась вот так Земля. И конечно, мы сейчас говорили о физических изменениях Земли, а соответственно мы должны к ним приспособиться, тоже меняться. Но и это потянуло за собой все. Изменения в экономике, изменения в политике, изменения в информации, все. Изменения в людях. Я порой иногда смотрю в интернете политические шоу и я поражаюсь. То, что раньше было нравственным, сегодня вообще считается отстой, вообще несовременно. То, что раньше какие-то нормы были организованы или договоренные пареньским после Великой Отечественной войны, они сегодня ручатся. И уже где говорят, ну, надо очередить. Ну, это так, чуть в сторону. Теперь по поводу информации. Скорость изменений очень высокая. И это не теория, это то, что мы с вами наблюдаем каждый день. Каждый день поток информации на нас обрушивается. И очень важно идентифицировать то, что соответствует нашему выживанию, я бы так сказала, по-другому не могу назвать, нашему нравственному выживанию, наше выживание в сознании, потому что каждые 18 месяцев по закону Мура, это закон физики, информация в 21 веке устаревает. Еще недавно восхищались не знаю скаемом, если говорить об интернет-технологии, затем вайпер, потом ватсапом, сегодня уже все отстой, сегодня телеграмм, сегодня зон, сегодня и что завтра будет. Тенденции очень серьезные. Следующий слайд. век, с 15 век, если на век такой производственный, традиционный век, ушло на 100 лет, 20 век, индустриальный век называется, производственный, машинный век, машин, век, то на информационный век не 100 лет ушло, а всего 10 лет, потому что в 2010 заговорили о свободной диджитальной технологии. И я первый раз об этом услышала на международной форме, который проходил в Олимпийском в Москве два года назад, в 2018 году, где выступал Дреф, Содянин, выступал Ник Буйчич, выступал сэр Ричардс на Замбле Миллиардер, выступал Бьюзер, это автор многих книг по работе мозга. И знаете, я тогда впервые услышала от Грефа, я записала слова, что информационные технологии, он процитировал Миллиардер Джекубай, Алиэкспресс, владельца этой компании электронной коммерции, который сказал, информационные технологии отстой. Отстой. А ну как говорили, кто владеет информацией, владеет, миром, оказывается, это уже отстой, потому что вся информация искажается в угоду определенным политическим кругам, или определенным людям, кто владеет деньгами и начинает владеть миром. Это горько, но мы живем в этой реальности. и, конечно, о Грифе я впервые услышала и тогда продемонстрировала в своем фильме о том, что наступает диджитальная технология. В 18-м году еще этого не было. Правда, уже было вот у меня в айфоне, все банки, все через стач. Уже карточки, я не пользуюсь давно, все телефоном проплачиваю. Но тогда я вообще была на матерство услышать, что все, скорой карточек вообще не будет, а не дал Гриф, это по центральной телевидении, заявил интервью не управил, не будет карточек, все будет биометрия, будут анатарты, будут даже проход в метро, где миллион людей проходят, будут, будет биометрия, вас считали, как температуру сейчас везде измеляют, подходишь к экрану, все, температура измерена и скар ваш сделал. Все это будет, но я не ожидала, что так быстро. Тогда были намеки, и все считали, что Гриф что-то там задокет, что-то говорит не то. А на самом деле все. Я как уже видела по телевизору управление техникой мыслью. не искусственным интеллектом, да, мы уже видим, что некоторые машины, там, такси ездят управляемые искусственным интеллектом, без водителя. Сегодня Гриф заявил, что у него есть компьютер уже в сбер-марке, да, который управляется мыслью. То есть не надо нажимать кнопки, вбивать, там же поиск, Google, что-то хочет, да, найти, а достаточно дать мыслью команду, и этот компьютер считывает мысли и выполняет ваши команды. и буквально тоже на коронии отъезда вот сюда, я уже там ничего не могла славян переделать, уже не переодослала сюда, я услышала, что придет, хотя я два года назад об этом говорила, сама не понимаю, о чем говорю, ну, из интернета взяла, что будущее за диджитальными технологиями и за экоэкономивные, эко-системой. Сегодня я понимаю, что такой глядя на Яндекс. Сегодня Яндекс это не только информационный интеллектуальный ресурс, которым мы пользуемся, сегодня Яндекс это эко-система, экономическая эко-система, так они себя называют. Сегодня доставка еды Яндекс, сегодня это такси Яндекс, сегодня Яндекс будет банком, ну, вроде покупает тейнк, полы или соглашение какое-то, но это уже об этом все говорят. И вслед за этим Грэф немножко опоздал, но тоже произнес, он создает эко-систему экономическую под названием СБЕР. Слышит? Уже. Уже. Вот я никому не услышу, уже это работает. Карточки скоро СБЕР. Банка не будут. Скоро СБЕР. Банка мы привыкли, приходим к подкошку и обслуживаемся, не будет. Успокол в столике, придет человек, посидим, там, чай в огне, поговорим и решим все проблемы. Ну уж как бы решать, посмотрим. Ну, во всяком случае, это и идет. конкуренция я не владею, хотя очень много пропас и перечитала, посмотрел, поэтому не расставай. А то, что искусственные продукты, мы уже с вами это знаем. Даже демонстрировать не нужно. А вот тогда Минципата тоже там была, мы на этом фоне услышали от Глеба, что он был в Канаде, в Америке, он в Америке на фермер, у фермера гостям, которые выращивают искусственную говядину. Вот 3D, 4D, 5D технологии. Им она вкуснее, чем наша там раморная говядина. Вот так. Такой вид. Следующий слайд. Так. Я не знаю, сколько мне времени, поэтому я не буду комментировать. вот это это уже нитритон. Это уже в нашей жизни, рядом с нами. Ну вот об гонных лекарствах я все-таки хотела бы сказать. Это будут субстанции четвертого поколения. Ну, мы чуть раньше на панипеем, чуть раньше у Куликова чулька на новаторство, на новизну. Он рассказывал истории, что это вдохновило. купить эту технологию в Италиасе. Но вы ее знаете, поэтому я не буду комментировать. субстанции были уже семь лет назад. Там 0,1 миллиграмм. И Городинский говорит, да и я помню, Макурская, это Мараксан говорила, что, как это назвать, может, не лекарство назвать, а продукты с заданными свойствами в низких, очень низких количествах, малых. Доза работает сильнее и лучше, чем лекарство. Ну, там, выпил таблеточку, так выпил, да? Поэтому иногда спрашивают у нас, сколько там потреблять в день дрожжей. Да я знаю случай, когда человек два дрожжей всего рассосал, аллергия, астма, такая, аллергическая астма, остановилась на моих глазах. Два дрожжей. Поэтому вот эти сверхнизкие лекарства четвертого поколения со сверхнизкими заданными свойствами, они уже у нас 8 лет, 9 лет скоро как я ими пользуемся. И еще очень, очень хорошая тема, вот в интернете сами последствия времени нет о когнитивных технологиях. Технологии, которые мало того, что отслеживают работу нашего мозга, они могут менять направление мысли. Вот это опасно. Следующий слайд. Ну, посмотрите, физика Земли поменялась, экономика меняется, вот прямо экономика этой системы создается на наших глазах. Так все меняется, политика, экономика, земля, колебания Земли. Мы невозможно нам оставаться в своих прежних представлениях о жизни. Почему я именно вот эти слайды включила? Потому что наше будущее, это наш мозг, это наши изменения внутренние, без них мы не продвинемся, и без них мы сложнее будет бизнес делать. У меня иногда новички приходят и говорят, ой, я там пять человек позвонила, и все мне сказали нет. Или там действует двадцать, ну не важно уже количество. Тут даже сложно ответить человеку. Внутри себя я понимаю, ну как сказала моя Верочка, ведущая, как Ира сказала, что боишься обидеть человеку, человека и сказать а посмотри кто твое окружение. Кому ты сказал, ну не хочется обижать, это же невольно и человека загиваешь. Я тоже очень конкретно деликатно стараюсь общаться с людьми. И это первое и второе а кто ты сам есть, чтобы тебе потянулись люди. Стань сам другим, чтобы люди увидели в тебе эти изменения и сказали ой, что с тобой происходит. Ты какая-то другая. Вот это очень важно. Очень важные лишние перемены. Мы все с вами знаем, что нужно жить позитиве. Все, что во всей религии мира считается грехом, это не потому, что на этим Бог не угодил. Это потому, что это саморазрушительные эмоции. гнев, мобильное раздражение, все прописано, все измерено, все прописано. Просто самый тяжкий труд это работа над собой. И в отношении своего сознания, и в отношении своего эмоционального состояния поведения, и в отношении всего. у других мы в Евангелии сказано Соломку, да, замечаем, он себя покой и бревно не видит. Поэтому личные перемены, они неизбежны. Это тяжкий труд, он не жит на нас. Никто, кроме нас, этого не сделает за нас. Над этим, я думаю, стоит задуматься, правда? А аплодисменты. А я вам спасибо. И наш кем перемен. Наиболее успешны будут люди, которые именно работают на собой. Люди осознанные, люди понимают, в какое время им досталось жить, да? Люди, которые не боятся перемен и следят за своим эмоциональным фоном. ой, достали, да? Хотя все предсказано, апокалипсис предсказано, и все пандемии, и все это, это все, в общем-то, запланировано на месвалье, не свыше. Наши низкочастотные вибрации, вот то, о чем было на том слайде, вот это и принес. И ученые сегодня доказаны, я не глава доктора, доктором своя версия и правильная тоже версия, как этот вирус встраивается в клетку. Но почему он к нам заходит? И почему одни болеют легко, они даже не замечают, у них уже антитела, а другие тяжело? Вот вирус, ну, мы уже все сфотографировали, я долго это комментировать не буду, но это диапазон низких частот. И если он попадает в личность, которая даже сама не подозревает, что она высокочастотная, ну, просто он никогда никого не обижает, всем все прощает, все, ну, вот такой человек, он даже переболит этим вирусом, он это не заметил. Вы поняли почему, да? А то, что он такой вот хороший. Следующий слайд, уже в темпе буду, нет времени. Ну, и, конечно, он уж все меняется, информация, экономика, политика, земля. Недавно совсем по телевизору услышала о том, что магнитная решетка северного и южного полюса меняются местами. Да? Ну, это официальная информация. Ну, и, естественно, профессии, естественно, они уходят. Уходите, и треслайды можете провистать, я их комментировать не буду, потому что, действительно, трудовая парадигма соответствует сегодняшнему дню. Она очень быстро меняется, быстро уходит за ненадобностью многие профессии. И вы даже можете это, ну, вы это с вами наблюдаете. Если раньше в такой банк придешь, вот эти окошки, да, обслуживающие, забиты, и народ стоит. А в связи с годом онлайн, сегодня приходишь, половина окошек не работает. И в ближайшее время ты встал в силу берем. поэтому сразу выпадает закончить с лотом, не знаю, экономистом, кто там сидит. во всяком случае крем, которые работают, все заменят диджитальные технологии. А тут же крем, ой, недобличатый упомянут, и уважаешь за продвинутость, и, конечно, понимаешь, что очень многие вещи они просто античеловечные, но время такое. Он произнес, что он сократил 200 человек по структуре, 18-го я этого слышала, сейчас может еще больше, 200 человек юристов, они мне не нужны. Я рану там трех серьезных программистов, которые могут обрабатывать огромный объем информации, это есть диджитальные цифровые технологии, которые способны объять необъятные, быстро обработать человеческий мозг это не может. А искусственный интеллект компьютер пробит это, быстро обработать большой объем информации. Это есть диджитальные технологии. Так, все три слайда про аквад и эту немножко остановимся. Изменение трудовой паразитмы. Мне этот слайд очень нравится. Я своих детей на нем воспитываю, и теперь уже внуков. Но посмотрите, какое время наступает. Недостаточно двух-трех образований. Если ты экономист, хорошо быть одновременно программистом, одновременно владеть диджитальными технологиями, одновременно два языка, минимум, но лучше три языка знать. И тогда ты наконец найдешь работу достаточно хорошо оплачиваем. Там 200 в Москве 400 тысяч рублей. Понимаете? В каком преимуществе мы с вами находимся. Мне 70 лет. Не знаю ни одного языка, кроме русского. Ну, уже скоро закончится. Естественно, с компьютером кроме Макбаля только-только с вами я на большое вы. Очень многих вещей не знаю, но я зарабатываю гораздо больше, чем мои высоко образованные дети, имеющие до конечного образования и со знаниями языков. Они мне говорят, мама, ну, а сам оплачиваемый сотрудник. Нет, я сам высокий оплачиваю человек на воле. Человек на воле, я не врач всех. Ну, сфотографировали, короче, вот это нам еще важно знать. уметь самообучаться постоянно. Вот это нам надо. Иначе мы далеко не продвинуемся. Есть у нас большие цели, большие задачи. Это прежде всего первая цель и первая задача самообучаться развиваться, двигаться вперед. Беремский сказал, стоящего положения в жизни нет. Если ты стоишь, то ты движешься назад. Так что иллюзия, что мы тут все умные и все такие знающие, она иллюзия. На самом деле иллюзия. И поэтому хочу стать амбассадором, или там золотой амбассадор, или кровной амбассадором. Начало все-таки к себе ведите. Что вы на данный момент умеете? Умеете ли вы дать за одну минуту презентацию так, а на минуту презентацию, чтобы зацепить за день человека? Умеете вы привести такие аргументы, если человек очень достойный, если он не на уровне принтуса его сознания, то там бесполезно, просто даже им интерф не нужно. Такие аргументы, чтобы он вам поверил. следующий слайд. Ну и возвращаясь к компании ИПЛ, все-таки я доверяю экспертом. Вот Пол Зейн Билза, в суде Славитин был друг президента, он сказал, что будущее за индустрией Велнесс, что новые тысячи миллионеров, они родятся именно в этой индустрии, за ней будущее. А есть такой американский экономист русского происхождения Кондратья, и есть его теория Волна Кондратья, который тоже серьезный ученый экономист, который тоже сказал, экономик волновой, это жизнь, прямая черта и смерть, такой волновой характер носит, и на каждое время выпадает своя волна, ну например там боль автомобилестроения, и потом инстагнация, строятся, строятся эти автомобили, строятся, да, затем боль компьютерных технологий, там компьютеры, натурные, ну и так далее, ну есть они и есть, пошла телефония, всевозможные компании производят, ну я в частности айфоном пользуюсь, вот пожалуйста, год за годом айфон такой-то, я купил один айфон, все не могу почистить свой старый и подключить новый айфон, да, и вот он говорит, наступает эра к 2030 году, и также считают многие ученые, и Роберт Киасаби, который будет выступать перед нами на годовщину компании, считают, что наступает эра Велмос, когда человечество начинает понимать, что не карточка или литурская очередная, а здоровье главное, что надо беречь здоровье, а это литурская Велмос, что правильное питание, Велмос это благополучие кальки с английского. Поаплодируйте. То есть это философия процветания человека во всех сферах. Ну и что у тебя денег куча, как в пустыне, как рассказывает Валюту, да, а под только в газ, сколько водичек подъешь, да, поэтому главная основа и приоритет у любого нормального человека это здоровье. Жить хотят все побольше, покрасивее, полнадополучнее, но что мы для этого делаем? Мы с вами делаем, благодарю вас на этом, все кушайте, кушайте продукты пьер. Аплодируйте мне по-клодополучию. Здоровье будет на первый план. И в детстве, когда в общем-то, жизнь становится более благополучной в плане материальной, и жизнь хочется подруче, не скрою, что-то так курю со своим дедом дать мы давай до 100 дотянем, много будет вот столько лет, мы ему уже дадим образование там-то, там-то, и так далее. Жить хочется, особенно когда ты живешь хорошо, и благодаря нашим продуктам и здравии, то хочется радоваться жизни. И вот удивительно, компания ИПЛ в точку попала, выбрав индустрию велнос, выбрав индустрию здоровья, благополучия, процветания и яркой жизни в наших путешествиях. Следующий слайд, что тут написано. Ну и понятно, что, ну, я уже сказала, будут рождаться и олиомеры именно в этой индустрии. Но обратите внимание вот здесь на такую строчку. По определению ученых экономистов с 2010 по 50 даже по 60-е годы ожидается развитие новых его технологий, продлевающих жизнь человека на несколько лет. Браво! Наверное, компания ИПИЛ одна из первых компаний много, которые вот в БАТОМе работают, все они хорошие компании, и все все-таки это фитотерапия, признанная вот Авиценой, Априлюр Вега, Тибетской медицины, тысячелетняя медицина фитотерапии. И вот эти тенденции, они как никогда лучше сформированы благодаря технологии Аккумолитэсэй именно в компании ИПИЛ. Потому что век построты скоростей быстро, удобно, с откусом. Так работают наши продукты. Так, Фераэль? Аплодисменты продукты! Следующий лайк. Ну вот эта технология, о которой вчера говорили, обратите на нее внимание. я прошу всех своих партнеров, с которыми я вот в личном контакте выучить, ничего от себя не надо, а себя делали, вести, 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 не нужно выучить два-три предложения, которые аккумулируют суть этой технологии. Да, конечно, вы должны знать, чем отличаются методы экстракции в нашей технологии от остальных паттеров на рынке. Можно знать просто преимущества, а это метод экстракции. И вот на них пара дурой кэфишек вы должны выучить, я прям буду заручить. Я просто давала в своих чатах рабочих там 10 фактов о технологии, от экономии. Не надо все есть фактов знать, но парочку оттуда, которые ближе вашему сердцу надо выучить. Это профессионализм. Это быть правильной и грамотной подачей нашего продукта, следующей нашей технологии. Ну и понятно, что то, что сегодня востребовано, это прогреть состояние молодости, прогреть здоровье, зарядить старение, еще больше предотвратить болезни. Вы знаете, эпицентра еще не прошло, волна, говорят, вторая будет еще круче, еще больше. Вот тут я хочу сказать, не обесстрочникам писает поэту «Клод Великой Отечественной войны», а я вам хочу сказать, не обес продукта любого «Клод Великой Отечественной войны», спасибо. Спасибо. один из отцов «ЖИТС», «СП» прожужает кровь в условиях пандемии, это очень важно, потому что последствия именно запущения крови и поражения «МЕРС», «ГРОУ», «Да все». Спасибо за правильный совет. Так, следующий слайд. Ну, а это результат действия нашего продукта. Вы знаете, я у меня сердце, кто как раз, это большее не мы знаем как коригры с 2003 года, вот в середине две банты, в 13, сколько, 17 процентов, и вот 17 лет назад. А это мы в 2017 году, 17 год, был в Германии на форуме, на международном форуме в Германии. Продукт работает, дает силы, «МЕРС». Он сохраняет нашу лапу на следующий парк. Ну, и, конечно, ЭКИЛ, это все величайшая возможность, величайшая возможность для современной экономики. Основная масса людей, я не говорю, а люди, кто старше, там, 45-50 лет, они, естественно, будут выброшены диджитальной технологией, цифровой технологией, заброс жизни. Но и молодежь, не каждая приспособится к этому времени. Вот тот слайд, чем должен владеть современный человек, если он хочет на кого-то работать, он должен быть кросс-функциональным, то, что мы говорили ранее. И компания «БЕЛ» дала уникальную возможность со своим маркетингом, со своим продуктом, с предоставленными какими-то эксклюзивными, стильными вещами, как наше путешествие, быть на гребне волны, не чувствуя себя выброшенным из этой современной жизни». Следующий слайд. Так, пропускаем и узнаем этот слайд. И я люблю вообще умных людей, и экспертов в той бы области. Я доверяю миллионтерам, не бабушке, или там подружке, как у Эры, который сказал «Се, ты верунка!» Я доверяю экспертов. Вот один из них, Джон Каллинч, сетевой маркетинг, величайшая возможность в истории человечества. Ну как не воспользоваться этой величайшей возможностью? Или Роберт Каллин, обожаю ему книгу «Ножественные источники дохода». В 9 главе этой книги написано в сетевом маркетинге, ну, ты шагов и другие источники, как дохода, как там он пишет, сетевой маркетинг, настоящая революция практики маркетинга, которая изменит лицо мирового бизнеса. Компания Биэл на наших глазах меняет карту мира. Все больше и больше мы присутствуем в других странах мира. Сегодня это 60, а через два года давайте успевать за стилер за темпами компании. Ну и да, следующий слайд. И конечно, мне приятно сетировать Елена Кокамана. Наша, своя, из России экономист, политик, занимала государственные должности. Сегодня один из бизнес-тренеров, которая сказала, что сетевой бизнес это идеально функционирующая система оптимальна в России. Она везде идеально функционирующая, в любом стране мира. Она дает свободу, она дает здоровье, она дает деньги, но в России это вообще оптимальный вариант. Следующий слайд. Вот я обожаю. Вот вы знаете, идут времена, я его слайда два года, но я его люблю и включаю в свои презентации, потому что я считаю, он отражает все. Вот эту тему бизнес под ключ, бизнес на ладони. Это просто идеальный бизнес, который за нас сделал все. Открывает официальные страны, пользуйтесь, приходите в этот страны, работайте, мы сами это делаем, плавляем деньги компании, открыл свой завод, свое производство, пользуйтесь, мы не зависим от самодольства или жадности других производителей, великолепная логистика, разные варианты, это ставки, пользуйтесь, вы входите сертификацией, у бактерий, обучение партнеров, нам с вами привезло, мы пользуемся реальным бизнесом под ключ, следующий слайд, если я затянула в этом остановите, ну вот, продукция, которая меняет мир, я помню, что сменялась, когда начинали работать, работали три страны, Казахстан, Керриза, Павлогера, Четвертый, свидетель, и когда Сергей Сергеевич говорил, продукт этот изменит мир, мы будем присутствовать во всех странах мира, если бы на тот момент продукт не давал результатов, то здоровье, наверное, мы вообще никогда не поделись с ним, это первый так, на самом деле это так, даже в той упаковке он давал результаты, мы начинали работать 4, пока 6 продуктов, и они все давали результаты, все работали, я помню, мне Сергей Сергеевич сказал, что у него просит один крутой представитель фарма индустрии выкупит только один продукт, МЭЛС, Сергей Сергеевич не продал, я обожаю его, я обожаю его, я обожаю, обожаю конечно результат чеков впечатляет, если бы не раньше сказали, ну я в новой компании зарабатывала и 15, и 20 тысяч евро в рублях это до миллиона рублей, кстати, я пришла в эту компанию ушла с чека 500 тысяч рублей, и так называемые наши профессионалы сетевики говорят, что ой, ну тут человек хороший лежал выбросать, уходить и у нас сколько чем-то 30 тысяч или 100 тысяч рублей или там 15 тысяч евро прям хочется сказать не мельчайте не мельчайте вы профессионал выбирайте лучшие из хорошего лучший выбор лучшие это ЭПЛ ну вот результаты на слайде результаты на моей груди все на прятые компании я получила эти чеки вы тоже видите на этом слайде следующий слайд я не буду говорить о том который будет будущее ближайшее время у компании хотя поляков сказал на 20 лет все расписано на ближайшие 5 лет распишем наше путешествие поддым немножко сломало но то что мы сейчас видим я вообще восхищена нашим сайтом я понажимала все кнопки вошла в каждый раздел и чем больше я там присутствую тем больше моего восхищения это прекрасный инструмент интерактивный наш новый сайт наши инструменты дальше я думаю многим есть это ежедневное руководство к действию ежедневник наш Сергей Сергеевич и конечно супер современный сайт наш проводитель Мили ИПЛ следующий слайд и компания вообще стремится к совершенству вот наше будущее оно непредсказуемо в плане улучшения с каждым годом улучшается лучше и лучше становится наш маркетинг наш сайт наши инструменты бизнеса наше путешествие наше будущее прекрасное так удобный бэк-офис вот оцените понимаете когда сиклал с традиционным бизнесом ну магазин кафе это повара официанты уборщики бухгалтер в магазинах продавец бухгалтер целый штат сотрудников а здесь все в офисе все наши бонусы наши чеки наш бухгалтер наша финансовая лиза все здесь я втал пресс-секретарь все на нашем сайте следующее это наше настоящее аплодисменты нашим благодаря за социальные сети вы следите за ними наизу благодарите я на высокую очень хорошие посты пишут всегда с удовольствием читаю самому очень мало времени писать длинные ваши посты верочка благодарю слежу за вами за вашими постами благодарю свою любимую домовню Нину Заритович которая кипер здесь кипер так кипер везде она что укрепляет такую кипер судьбу твоя первая судьба Владимир Кузнецович который вчера мой мне так подрадался о маркетинг в плане это делал Владим Кузнецов спасибо вам так следующий смайк ну и конечно это чудо вот обочные хранилища и иногда спрашивают а где взять там плакаты а вот там а где а вот там вы можете как-то и печатный вариант уже готовый на хорошей полиграфии сделаны наши инструменты так можно вот оттуда брать не знаю распечатывать пользоваться это просто вот это есть диджитарные сигналы все на том месте большой объем информации следующие ну и то что это бизнес на лагоне я редко даже бываю в компьютере все в телефоне и слежу за своими бонусами за развитием структуры все банки у меня их несколько все в телефоне инвестиционные программы ни в коем случае финансовые пирамиды через банки бродерские счета открыты это все бизнес на лагоне только благодаря компании а то в инвестиции финансовые пирамиды с тремя рублями и те взятые кредит и говорят я инвестер это финансовые пирамиды инвестер работает в другом месте все садится следующий слайд ну и наша система обучения созданная Сергей Сергеевичем Куликовым Ольга Владимировна и Куликовой они просто супер это ребята креативные они умные привлекали сюда американские специалисты но все это систематизировано гениальный структуратор она капитал Маркса Энгельса она двух строительств изобразила Сергеевичем она схема использовала в нашем журнале следующий слайд основная платформа база знаний наш пил университет заходила после того как я узнал эту цифру я сказал преступление каждый день туда не загляну и что-то не черпать черпать и оттуда знания а то иногда задают вопросы а где взять а где посмотреть все там есть следующий слайд ну конечно вы платите мечты вместе с нами и путешествуйте вместе с нами мир мир ярче чем я думал раньше посещая турист Турцию Египет все а оказалось он так красив так необъятен всем кто-то в прошлом году а также просто сразил нас ну просто сразил пепел это чудо это подарок нам пользуйтесь этим подарком я не знаю но и конечно пепел она висалась во все изменения современного мира она дала то что нужно каждому человеку кто двигается развивается кто задумывается о своей жизни это реально новая парадигма бизнеса вот она в наших руках прошу вас оцените это и донесите до всех благодарю вас